Здравствуйте! С вами территория музыки, клубная тема и Александр Цевинский. С самого начала Фаерспейс пообещали вынос мозга, что одновременно является и концепцией и форматом их выступлений. Но мы всячески старались оставить свой мозг нетронутым, ведь он нам был еще нужен, чтобы рассказать вам об увиденном. Посмотрев гастрольный график команды, можно было сделать вывод о их востребованности, по крайней мере в пределах нашей страны. С самого начала стало понятно, что Фаерспейс не новички, о чем свидетельствуют их выступления на таких мероприятиях, как Мэйдэй и Космос Наш. Ну и как настоящие профессионалы, Фаерспейс держали марку во всем. Да, это был действительно настоящий рейв, а сами ребята оказались колоритными и харизматичными монстрами этой культуры. И даже скафандры были такие же белые, как на афишах. Уже в начале своего выступления в Фаерспейс задали довольно плотненький и быстрый темп, от которого люди были просто в восторге. Очень интересно было, какой будет динамика сета. И с одной стороны нужно рвать танцпол, но с другой все понимают, что держать постоянно публику в таком ритме долго не удастся. И действительно, случались редкие провальщики, которые рейв-монстры очень мело вставляли в нужных местах. Как будто сами были на танцполе и понимали, что именно в данный момент необходимо сбавить обороты. Ну и самое приятное, как и полагает рейв-монстрам, в Фаерспейсе обошлись без нудных мелодичных провалов, которыми, надо сказать, грешат очень многие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, ребят! Добрый вечер! Добрый! Представьтесь, расскажите, как вас зовут? Дима. Меня зовут Паша. Андрей. Приятно, ребят. Расскажите, кто чем занимается конкретно в вашем тендеме, кто за что отвечает? Ну, начнем, наверное, с Андрея. Он диджей. Я диджей. В основном отвечаю за музыку и... И за музыку. Ну, и пишут ее тоже. То есть не просто подбирает хорошие треки, но, в общем-то, он наш маэстро, композитор, диджей Ганди. Есть. То есть, так получилось, что я являюсь гитаристом в проекте и, собственно, отвечаю за все гитарные рифы, ну и за то, как будут звучать наши инструменты во время выступления. Ну и Дмитрий. Ну, я занимаюсь уже, в общем-то, всем остальным. Все, что касается менеджмента, подготовки мероприятий, все, что касается организации. Ну, по сути, можно сказать, что это мой проект, в который я пригласил ребят в свое время, потому что состав у нас менялся. Ну, сейчас он самый лучший, можно сказать, звездный. С компонома так. Да. Хорошо, развездный состав. Может, были какие-то звездные достижения, может, были какие-то успехи? Ну, мы успехами не считаем выступления там в рамках Мэйдея на космосе. Просто, ну, это определенные ступеньки, по которым мы идем достаточно весело и бодро. Хорошо, вот я услышал, что Диджей Ганди от Маэстро пишет музыку. Вы играете свою музыку, вы играете чужую музыку или вы как-то совмещаете? Скорее всего, совмещаем. Как свою, так и чужую. Хорошо, а какой процент своей музыки? Все-таки свою музыку очень сложно играть, потому что люди привыкли к чему-то там, наверное. Вы посчитали сегодня. Да, мы посчитали. Сегодня у нас на выступлении в клубе Альфа Центавра четверть треков будет из нашего материала. Ну, 25-25. Четверть, на четверть. Ну, четверть треков, пять, так точно? Конечно, конечно. Конечно. То есть это та музыка, которую писал Андрей. Ну, там сэмплированные гитары добавляются. Ну, и, соответственно, огненный, безумный драйв фэйрспейс. Дело в том, что то, чем мы занимаемся, даже в описаниях. Ну, можно, ну, вынос мозга, можно как-то еще назвать. Но в большинстве случаев, после того, как мы выступаем и читаем комментарии людей, которые присутствовали на этих мероприятиях, в 90% случаев это, ну, извините, матерные слова, но матерные слова – восхищение. И нас-то не может не радовать, потому что людям тяжело подобрать какие-то комментарии, написать «было круто» или «было интересно». Они «было» и какое-то такое крепкое, емкое слово пишут. Буквально буквы между нами многоточек. Да, ну, да, ну, все понятно, что им понравилось. Сегодня вы выступаете в большом клубе, до этого у вас были большие площадки, мейды и так далее. Вот. Но я смотрел, вы периодически можете поигрывать в каких-то маленьких местах, например, Африка с низкими потолками. Я знаю, это заведение достаточно уютное, мне очень интересно, как сочетается ваша музыка, вынос мозга в таком заведении. Ну, в Африке мы не выступали ни разу, ничего страшного. Ну, там написано на слайде. Не, не, Африка планировалась, да, но, скорее всего, это будет другой клуб, это в ноябре. Что же касается маленьких клубов, самый маленький, наверное, самый маленький это был Тауэр в Гомеле, да. И мы ездили на выступления возле Ледового дворца для одного из крутых сотовых операторов. Мы открывали большой концерт, хедлайнером там градусы были, по-моему, да. И местные фанаты, они просто, ну, вот, ну, давайте, давайте, давайте. И тот клуб, с которым мы договорились насчет выступления, там не ради заоблачных гонораров, а ради, ну, ради тех, кто хотел побыть с нами ближе. Они были на дневном концерте, но он более попсовый был. И там наше выступление 17 минут всего лишь, то есть мы короткий такой микс жесткий вваливали, и после нас выходили дрозды с балалайкой и кедами, да, и народ такой, сразу скисал. Вот, а там мы решили ночью дать джазу нормально ввалить. Мы отыграли больше часа, отыграли больше часа, людей, ну, немного там было, но это были такие счастливые люди. Мокрые, конечно, довольные, и отдача от выступления еще вот этого ночного, даже маленькой площадки, была ничуть не меньше от выступления дневного, где, наверное, тысяч 7, наверное, было народа, но здесь уже пришла стопроцентно целевая публика, которая не задавала вопросы, а что это за ребята в белых костюмах. Вы бывали в Гродно, доводилось раньше? Мы бывали в Гродно, но по другой работе, по другим проектам, по другим причинам. Город знаем очень хорошо, много наших знакомых здесь, друзей, ну, я думаю, сегодня они порадуются, конечно же, пришли в клуб, увидеть уже нас всех вместе. Что касается Гроднинской атмосферы, она сложилась на примере других клубов, тут мы впервые, и то, что мы уже увидели атмосферу в этом клубе, да, она нас, ну, не могу сказать, что там безумно удивила, она нас приятно порадовала. Вот, да, и в данном случае мы, не зная площадку, не зная людей, с которыми будем работать, ну, вот уже был саундчек, мы проверили, все посмотрели, сейчас мы уверены, что в Гродно, наверное, один из лучших клубов в Беларуси точно есть, по крайней мере, по музыкальному формату, которому придерживаются сейчас и диджей, ну, и, по сути, арт-директор задает это все, является лучшим. Ну, и по техническому оборудованию тоже. Все состоялось, и было хорошо, поскольку в клубе в ту ночь подавляющее большинство публики знали, куда и зачем шли. А те, кто все же оказались на вечеринке случайно, с удовольствием присоединились к кликующей толпе. Ну, а FireSpace, в свою очередь, не подвели, и сделали все, чтобы интернет с новой силой запестрил хвалебными комментариями в их адресе, на блогах и форумах. Субтитры сделал DimaTorzok